твои самые сильные страхи мои самые сильные ахи сказать а да нет у меня страхов звучит но нахождение в состоянии творца подразумевает исцеление страх ты сам создаешь свою жизнь чего бояться ты ведаешь смерть ты ведаешь жизнь ведаешь единство как правило боится смерти и смерти идет достижательство накопительство гонка за бессмертием большинство людей там властных олигархов и прочих чего не в накопительстве они бомбят их целям на миллиард второй двадцатый не думаю что на подсознательном уровне что они купят себе новая жизнь для здоровья это и есть то самое почему человек жадный потребитель он думает что он съест и через вот двадцатую тарелку супа или он закапсулирует свои ученые дадут ему новое тело никто не даст и смерти она не покупается не продается она продукт просветления пробуждения это огромный труд которым не каждый готов вот и поэтому как то вопрос еще раз да что по сути и страхи идут из страха смерти пробужденный ум он любит смерть он приветствует смерть он боготворить смерть как и ночь не только день боготворить но и ночь все полярности а когда можно боготворить нет праздновать и тогда когда человек осознает что жизнь и смерть это одно и то же то смерти нет тоже боятся бывает конечно и тревожности какие-то заботы может возникает бессознательный момент у любого ума есть какие-то волны зыбь но каких-то подавляющих страхов такие опускающих на глубину их нет они были конечно на этапе формирования становления материальной только жизни или там исцеление были кого были колоссальные страхи на самом начальном пути этапов такие что до панической просто тряски я проживал стать но исцелить страх можно только прожить его взглянуть страху лицо эта иллюзия она растворяется посмотреть страху глаза очистить опять же через очищение тела страхи они все вшиты в днк в тело плотную оболочку структуру это и есть тело сознание а там уже сознание транслирует это в ум через мысли через кишечник через то состояние вот этого божественного ума через блуждающий нерв транслирует в ум если там внутри человека нет ясности там нечистота и он в потреблении находится и есть все подряд пьется подряд себя запихивает людей других потребляет конечно он постоянном страхе что у него отберут эту жизнь и еще не понятно в каком состоянии где он окажется каких адских замерениях душа знает что вот так убери тело где она будет как на ипаде она будет там где она есть воду если она воду или в раю если она в раю вот там другого нет есть только здесь это есть на единственная реальность вот и поэтому чё подсознательно я понимаю что он живет его душа хотя вроде и вокруг золотое царство а душа-то плотских измерениях смысл от всего богатства или там цели неважно творчество там дорожество денег развитие если нет развития души и чистоты и пути и она оказывается только гонка в обратную сторону все придет деградации а душа она идет к свету всегда найдет в развитие с ветра развитие это значит путь света а это солнце вот вот